Смотрим мы на драфт в финале турнира от GOSU GAMERS. Между командами, проходит он между командами Reunited и Envias. Финал еженедельного турнира, соответственно, от GOSU GAMERS, европейская его часть. Сегодня суббота, вечер. И начались у нас пики и баны. Envias убирают 6-66, Reunited убирают Gibraltar. Вот, в пиках у нас еще находятся 3 карты контроля объекта и 4 карты с толканием тележки. А именно, убирают Kings Row ребята из Envias. Ого! Напомню, прошлый турнир на прошлой неделе прошел под эгидой карты Kings Row и Голливуд. Они просто доминировали во всех пиках всех команд. Вот, и честно говоря, если мы увидим Непал, я лично очень удивлюсь, потому что пикается он крайне редко, так же, как и Нумбани. Убирают башню Лидзиан ребята из Reunited. И вот у нас остались 5 карт, 5 карт, на которых, скорее всего, будет проходить игра. Интересно, какая карта будет первой. Убирают Dorado Envias, соответственно, Dorado будет пятой картой, насколько я понимаю. Четвертой картой будет у нас Reunited. Думают, думают, на чем сыграть, если они доживут до четвертой карты, потому что Envias довольно быстро расправляется со своими оппонентами. Вот и в течение этого турнира, вот они сейчас только что 2-0 выиграли своих оппонентов из команды Creation Sports. Так, и, соответственно, играется карта Ilios. Первая карта Ilios. Вау. Редко, редко она пикается, очень. Вы слышите, как кричат комментаторы англоязычные, они тоже в шоке, потому что Ilios, Ilios, кажется, еще не было на этом турнире, этой карты. Невероятно. Кстати, может, потому и сделали короткий турнир, потому что карты не все, и Персон, нельзя повторять. Да, скорее всего, в этот раз турнир сделали, ну, из-за этого, из-за того, что стратегии более такие специализированные, то есть, наоборот, ну да, более специализированные, скорее, можно так сказать, а постоянно играются одни и те же герои. Вот, ребята пикают в основном Маккри, двух саппортов и Рейнхарта. Это вот стандартные четыре-кор героя. Во всех пиках они почти участвуют, потому что на турнире есть правило One Hero Limit. Больше одного героя нельзя брать. Двух одинаковых героев в одной команде не может быть. Плюс, они это, скорее всего, сделали, потому что прошлый турнир, напомню, затянулся на 8 часов, а это еженедельный турнир, и каждую неделю по 8 часов ребята из Гусу Геймерс не хотят тратить на свои турниры. И вот, собственно, сейчас час ночи, получается, всего 4 часа прошло с момента начала. Пятичасовой такой еженедельный турнирчик, европейский, вот эта вот европейская его часть, а завтра будет североамериканская. Очень даже здорово смотрится, быстро, легко, проходит так вот турнирчик. Я очень рад, честно говоря, что вычеркнули King's Room, потому что крайне вот, очень часто пикается эта карта, и NVIAs решили порадовать болельщиков тем, что ее не будет. Так. Ну, ждем мы начала. Вот, комментаторы сейчас обсуждают, обсуждают как раз роль снайперов. Напомню, снайперы, очень классные игроки на них играют, с хорошим АИМом, с хорошей точностью. Часто мы видим, вот, как решает дуэль снайперов, то есть, допустим, на карте Дорадо, вот, в полуфинале играли NVIAs против Creation Sports, и вот мы видели дуэль двух снайперов. Как только один снайпер убивает второго, да, команда того снайпера, который умер, она начинает отступать, потому что вдова может расстрелять всех. Только разве что, вот, щит Рейнхарта спасает героев от неминуемой смерти. Большие расстояния, заряжает она свою винтовочку и начинает расстреливать. И показывает нам уже лобби. Заходит постепенно команда. Команда NVIAs уже в полном составе. Ждем мы ребят из Реюнайтед. Они, напомню, выходили выходили из прошлой игры. Так, ну что ж, заходит Too Easy Ювинг Хевен. И ждем мы ждем мы команд команды Рейди от каждого из кастера уже пишут, что они готовы. Да будет Overwatch. Best of 5 нас впереди ждет. NVIAs победители прошлого турнира от Ghostsugamers. Они попробуют защитить свой титул. И заодно в копилочку себе забрать кажется 500 долларов. Ставится карта Иллиос. Иллиос. Пишет интернет-халк, что у них есть один парень on the can. Can, кажется, с английского это переводится как банка. Непонятно. Глазисовичные комментаторы тоже в недоумении. Шоки они. Так, давайте я поставлю заставочку, покажу вам еще раз сеточку, как проходил этот турнир, потому что мы вот-вот начнем финал уже. и я думаю, будет интересно глянуть, как команды добирались до вот этой верхней точки. Посмотрим. Envias. Опять же, они вот сверху так быстро прошлись катком по всем командам. Проходным таким, ну, коллективы, которые только начинают свою киберспортивную жизнь. Вот, первый достойный соперник это SG-1 попались им в полуфинале, который выиграли нашу команду Preds, это СНГ коллектив, вот, выбили они, к сожалению, в 1-4, точнее, в 1-8, вот, в 1-4 попались SG-1 и в полуфиналах уже играли с Креэйшенами, тоже 2-0, 2-0, и вот сейчас у них игра с Reunited. Reunited пробрались тоже через свою сеточку сыграли три игры с проходными коллективами, ну, с коллективами, которые не обладают еще таким большим опытом выступления на прост-сцене. Первый достойный соперник попался в четвертьфиналах Overwatch Kings, 2-0 они их выиграли, и затем 2-0 выиграли команду ROG, соответственно, у нас обе команды добрались вот вообще без сучка без задоринки, скажем так, до финалов, и переходим мы с вами обратно в лобби. и вот чего подумал, а чего Blizzard к своим ММОшкам сделает компаниям с хорошим сюжетом, умеет ведь и любит делать все никакой другим. А какие у них ММОшки? У них только World of Warcraft, а компания Warcraft, ну, лор раскрывается и в самом WoW, и в Warcraft, как в стратегиях там есть. к Overwatch компанию они почему-то решили подать сюжет и лор через какие-то мелкие фишечки, через керткометражки, через фразы героев между собой, которые общаются перед началом игры, через описание героев на официальном сайте, их базы написаны, откуда они, кто они, их истории порой трогательные. Вот почему-то они решили так сделать. Ну, если, если, а я думаю, что Blizzard увидели уже, что Overwatch выстрелил, ну, будем надеяться на какую-то компанию, в принципе, это будет интересно. Вот. К тому же, в шутерах, ну, с такого плана, можно придумать много разных компаний. Я, значит, не так назвал, я про Overwatch и Hotz. Вот, короткометражки, интересно, вот бы их и добавили, как муики. Может, по чтям бы, как про новую сделали бы. Да, возможно. Ну, к Hotz, к Hotz никак компанию не прикрутить. Там, три вселенные между собой намешали. Это Diablo, это Warcraft, это Warcraft, и все это вместе, там, бешеный микс, все три вселенные. Рейнар на коне, на поняхе, бегает. Карта Иллиос. Греческая карта, красивая очень. Вот, смотрите, какой порт, такой город на берегу Средиземного моря. Ну, или одного из внутренних морей, возможно, даже Эгейского, не знаю, к сожалению, неизвестна локация этого острова или полуострова, или вообще, возможно, это какой-то город на материке. А когда это Близзов останавливал, то вот, не знаю, никогда. Итак, пикнули у нас, собрали, собирают героев, собрали уже героев. Если не поменяются пики, взяли стандарт, ребята, из Реюнайтед, четыре, нет, не четыре, три кор-героя, вместо обычного танка Рейнхарда они взяли Зарю и Буинстона. В принципе, это логично на этой карте. Здесь Рейнхард, ну, нет здесь такого узкого прохода, здесь атака может происходить с двух, а то есть с трех разных, ну, соприкосновения игроков, с двух, с трех разных сторон, и поэтому нету невидимых здесь Рейнхардов, к тому же можно улететь случайно на шифте за пределы карты. Пошла у нас первая встреча, первая стычка, первая первый замес в этой игре. Тайму играет на Маккри, помогает делать фраг Тейлспину, Тейлспин играет на Жнеце, вот они, два кор-героя. Тейлспина, хорошо, через флешку вылетаю, убивает, это будет очень интересная игра, кстати. Валютай, команда Эндвяс уже захватывает точку, надо ребятами за Рейнайтед пересобраться и зайти, вынести соперников. Эх, Интернет Халк заблокировал флешку Валютай. Почти, почти вытолкнул, нет, не упал, не упал Интернет Халк за точку, смотрите, как быстро накопило Заря, ульту, Кокла, только вот 7% захвата точки Рейнайтеда 10% уже захватили, а уже полетела ульта Анфикс, это отлично, раздают, минус 3, тут же в ответку, Тейлспин делает свои минус 3, но уже с ульты, при этом, у Анфикс до ульта осталось, надо добирать Тейлспина, добивать Интернет Халка, но живет Винкс Хэйвен, держится еще на точке, чтобы пришли союзники, помогли ему удержаться, и выкидывает Гарри Хук своего оппонента за пределы карты, кажется, он выпрыгнул, это был Уинстон, он, кажется, выжил, но перехватывает точку ребята из Эден Виас, Туизи, тоже есть ульта, надо реализовывать под ульту Валютаи, ультаи, правда, где-то получает урон, и под боссами, под скоростью, да, побежала у нас атака, заходит на точку, стяжку, стяжку, давай, Мужа, Туизи, это твой шанс, и стягивает он всего лишь двоих героев, но этого хватает, Анфикс и Винкс Хэйвен, Анфикс и минус 3 дает, при этом он еще опять же не ультанул, у него есть еще ульта, есть ультимативная способность, может он зажать свой цветок смерти, хорошая позиция, он здесь останется, он здесь останется, он будет ждать отличная позиция в спине, главное не дергаться, не дергаться, не привлекать внимание, если атака пойдет вот через комнаты, да, она пойдет через комнаты, ультует, Анфикс и под бафом, на всякий случай кинул баф, Туизи на него, хороший мув, вы посмотрите, какой классный мув, он заныкался вот в той точке, дождался пока выйдут команды соперников, и его еще подстраховала заря на всякий случай, вдруг кто-нибудь развернулся бы, от флешек Макри защитила, вау, очень грамотный мув, отбили атаку ребят из Реюнайтед, и у них есть все шансы на эту карту, на этот раунд, но нужно отбить еще одну последнюю атаку, тайму, ультует, держит он ульту готовой, сделал мув, по Уинстону, вылетая тоже ультует, смотрите, как хорошо все сделал, убил одного, но вот басы, басы спасли этого Уинстона, так, остались 8%, умирает уже 4 героя из команды, Реюнайтед, Фиксы тоже умер, и вылетая, все, 3% не хватило ребятам из Реюнайтед, не отбили они последнюю атаку, надо перезахватывать точку, собираться, копить ульты, есть у них, в принципе, время на две атаки такие, на одну быструю, да, и одну более-менее позиционную, то есть, вот сейчас, если они побегают, ну, чисто забегут, там, постреляют понакапливают ульты, не дадут их, а в следующей атаке дадут, ульту здесь Телспи, ну, потратили много ресурсов ребята из Реюнайтед, ну, в принципе, это было действенно, да, как бы умирает часть игроков из, простите, потратили много ресурсов ребята из НВАС, умирает много игроков из Реюнайтед, но, они накопили ульты, что самое важное, и вот в этой атаке, они уже зайдут с ультами, они зайдут с ультами, и они по-хорошему должны выигрывать, вот, но у них остается мало времени, басы, басы надо давать круизу, заходить на точку, продлевать, вызывать овертаймы, ну, уже кто-нибудь, 4%, ребята, у вас осталось, залетают, залетают, хорошо, он фиксит на точке, у него мало хп, нет, там хорошо ультуют, посмотрите, заря ультанула в четверых, перехватывают точку, Реюнайтед, и вот о чем я говорил, они накопили ульты, то есть у них была быстрая атака, они накопили ульты, и в следующую атаку, потому что потратили много ресурсов, ребята из НВАС, они зашли и перезахватили, хорошая игра от Реюнайтед, надеюсь, на второй, во втором раунде, на карте Ильюс, они тоже неплохо сыграют, это будет карта колодец, в центре там находится дырка, вот эта вот, в которую падаешь и умираешь, и выбраться из нее нельзя, я вот в ОВ не играл, но если послушать в ОВ не играл, то там сюжет давно уже наркоманский, да, я, честно говоря, тоже не играл, вот, но в ОВ тоже слышал, они там тоже действительно какую-то дичь обсуждают постоянно, вот, ну что ж, выходит у нас команда, пики у нас, у Реюнайтед не изменился, пик, НВАСа, тоже, кстати, абсолютно идентичные пики у одной и другой команды, 6 героев, подобраны, один в один, посмотрим, чьи герои будут сильнее, чье исполнение окажется лучше и кто грамотнее использует свои ультимативные способности, соответственно, ресурсы своей команды, Тайму заходит в спину, Тейл Спина же убивает Уинстона, и Реюнайтед рассыпается, НВАСа захватывает первую точку, точнее, первыми точку захватывают, ну что ж, в принципе, у Реюнайтед сейчас будет 2-3 полноценные атаки, я думаю, вот одну из этих атак они должны реализовывать, Тейл Спина дают зайти прямо для сладенького, выстава, наносить огромный урон Жнец в упор, или, как любишься, бегать в колодцы по кругу, тоже как вариант, но там сложно выбраться, Тейл Спин, накопил ульту, и упал, да, вот смотрите, сорвался, сорвался в колодец, сам он причем упал, никто его не толкал, никто не мешал, потому что Люсио наносит 25 урона, 20 урона при, 25 урона, в принципе, да, 25 урона при отталкивании, да, правой кнопкой мыши, а, соответственно, ему бы тогда далее засчитали фраг, но фраг не засчитали, значит, Тейл Спин сам сорвался в пробости, и тем самым, в принципе, я думаю, вот эта ошибка стоила точки, потому что у него была вульта, он мог ее дать и откинуть всех ребят из синей команды, умирает Тейл Спин, валюта заходит в спину, кидает флэшку, убивает, да, убивает ангела, видимо, это по табличке, ну, Тейл Спин никак не удается у него убить, анфикс, дает ульту, ни в кого, никого не убил, да, интересно, можно ли как-то с ним скололить, можно взять Тейл Спин, встать на углу колодца и перехватывают точку ангаса, можно встать на углу колодца и притягивать как бы в пропасть, будут падать соперники, валюта, вот стоит он здесь наверху, стреляет, но, напомним, Крия теряет 75%, нет, не 75%, 65% урона на дистанции, вот, соответственно, почти бесполезны его выстрелы, стяжка по троим, но никто не реализовал, только убили одного Мортия, одного ангела, ребята из НВАС, и пошла уже стяжечка в ответ от Реюнайтедов, внизу ангел падает, падает, кто-то подошел к пропасти, Уинстон спас ее, и не удается никак Реюнайтед зайти, дай ему спрыгивает, его точнее, сбивает в пропасти, Уинстон сталкивает, и вот сейчас в ту время на этот вышли все пять героев, в принципе, хороший шанс для того, чтобы перехватить точку, овертаймы пошли, держат еще обезьяна точку для своей команды, и все, все, перехватили, Реюнайтеды, преимущество, инициатива за ними, им нужно отбить, в принципе, две атаки, две атаки, одну, опять же, полноценную, одну коротенькую, так же, как было на прошлой карте, только они были, грубо говоря, в нападении, есть ульта у Анфикса, да есть ульта у Крингхевена, в принципе, ресурсов, конечно, не так много, им главное сейчас вот в эту атаку потратить не так много, чтобы на финальную, а нет, смотрите, НВАС решили в одну финальную вложиться, не атакуют они сейчас, они понимают, что времени не так много, и пошла ульта, это Анфикса, зашел, он в спину, к троим, забрал еще четвертого интернет-Халка, но поднимает здесь Ангел всю свою команду, и ребята из НВАС накопили ульты и сейчас будут заходить на точку, Дуизи сделал минус 2, с помощью Гравитон Сюрджа ульты Зари, и нет, смотрите, все равно хватило ресурсов, даже он остался с ульта Ангела, то есть не умирали ребята из Реюнайтед, и первая первая карта достается ребятам из Реюнайтед, но вот 1-0 вы в пользу и ждем следующего следующей карты, показывает нам лучший момент матча от Чипшайна, поднял здесь двоих, в принципе это им не помогло, не помогло это ребятам из НВАС, вот, даже, даже никого не лайкают, не хотят ни та, ни другая команда, не хотят ни та, ни другая команда, так, давайте до начала следующего матча, почитаю я чатик, интересно, можно ли как-то стянуть в колодец, так, это я уже отвечал, в смысле спас, как он это сделал, Ангел сорвалась в колодец, у нее есть способность, вот она зажимает пробел, и она медленно планирует на своих крылышках, вот, ну, то есть не сразу она падает на дно, она планирует, как бы, но при этом у нее есть возможность с помощью левого шифта подлетать к союзникам, и Уинстон, грубо говоря, подбежал к краю колодца, и Ангел смогла подлететь, тем самым спаслась, вот, не упала она в колодец, то есть она планировала, планировала, там оставались последние метры, подходит в Уинстон к углу, нажимает на левый шифт, подлетает к союзнику, притягивается к нему, вот, и, собственно, вылетает из колодца, таким образом спаслась она, да, вот так вот, очень полезная фишка, то есть важно, важно всегда, ребята, помните, если вы играете с Ангелом, старайтесь находиться где-то, и играйте на крышах, в основном где-то стоите, старайтесь находиться на крышах, ближе к краю, чтобы свой Ангел всегда могла притянуться к вам и вас полечить, не заходите вглубь, потому что ей не видно вас, как только она появляется, моделька героя союзного, вот на краю крыши, да, там появляется окошечко такое, в виде квадрата, на котором написано типа левый шифт, и можно притянуться и, соответственно, полечить своего, своего героя, такой вот вам совет, надеюсь, вы им будете пользоваться, давайте пока посмотрю еще раз в чатик, всех приветствую, ребята, огромный вам привет на этой вечерней ночной трансляции, смотрим мы турнир от Госу Геймерс, сейчас у нас будет вторая карта, вот она, кстати, начинается, недолго пришлось мне смотреть, ставить заставочку, и собирая тоже героев, это будет карта Голливуд, Рейнайтеды выиграли только что на карте Елиос со счетом 2-0, и я думаю, они будут закреплять успех, играют они в атаке первую половину, вот, и сбор героев закончился, сейчас мы посмотрим, в защите пикнули ребята из НВА крысавчика пикнули, ангела пикнули, Рейнхарта снайпера, интернет халк будет играть на симметрии, и Гарри Хук сейчас играет на Люсе, но этот Люси берется для того, чтобы быстро доставить симметру на точку, чтобы она поставила на одну, на две турельки больше, то есть как только начинается атака, у нее будет стоять почти 5-6 турелей, когда если она бежит обычным ходом, у нее будет стоять всего лишь 4 или 3, ага, пошла засада от Энвиасов, в принципе, видели мы уже один раз такой мув, но только там участвовала симметра, это было на прошлых турнирах, попадутся ли они в ловушку, расставленную командой, попадутся ли Реюнайтеды в эту ловушку, сейчас мы это узнаем, и, ну, страдает Анфиксед, видимо, он получает много урона, нет, там надо, чтобы стояли как минимум пара турелек от симметры, тогда можно будет говорить, что ловушка сработала, так никто не умер, и началась у нас атака Реюнайтеды, четыре корт-героя, плюс Заря и снайпер для Туизи, Заря, соответственно, для Анфикседа, тайну, убивает своего визави, Туизи пытался сделать джамп-шот, но вот снайпер, снайпер убивает, тайну убивает своего соперника, и тем самым не дает атаке развернуться, ждет она своего снайпера, конечно же, команда, вот, и вот на этих вот моментах так будет завязана вся игра, Гарри Хук заходит ребята из Реюнайтед, влетают, я бы сказал, на точку, убивают они Макри, так, Туизи, надо ломать, надо ломать турельки от симметры, Туизи решил зайти в спину, видит он снайпера, не попадает трижды, ой-ой-ой, как, как плохо, запаниковал здесь Туизи, промазал первым выстрелом, да, это ключевая ошибка, может стоить точки ребятам из Реюнайтед, не смогут они все-таки убивает, вау, получилось все-таки у Туизи забрать тайму, но какой ценой, и поэтому это все-равно, все-равно заходит ребят из Реюнайтед, довольно быстро убивают всех, тут Люта и Анфикс на пару разламывают кабины, и Анвиасы отправляются все, дружные, всей командой на респу, будут они ждать соответственно появления всех героев и уже защищаться, скорее всего, она сейчас будет типичной для этой карты, для Голливуда, да, встреча на крыше, поднимается уже сюда команда защиты, сейчас команда атаки продвинет немножко груз и сама заберется на крышу напротив, и там у нас будет файт, видимо уже Туизи здесь, взял он Гэнзи на этой точке, нет, не хотят они подниматься на крышу, решили сразу толкать груз, интересное решение от Реюнайтед, сейчас, наверное, Кока упадет и даст молот свой землетрясение по трём-четырём героям, посмотрим, и зря, нет, не стал, получил он ещё от ультая в спину обойму, ультая, есть ульта, надо ультовать, я думаю, надо ультовать и ждать своего своего танка, чтобы он тебя прикрыл, Тайма умирает, неплохо, неплохо расправляется Реюнайтед со своими соперниками, очень быстро сносит, смотрите, Энвиасы ничего не могут попротивопоставить этой мощной мощной атаке, сосредоточены так идут, действуют ребята из Реюнайтед, есть у них даже два ульта, ультует там Макри, Тайму, подрубил свой хайну, никого пока не забирают, ультует вылетая, ну, попал в одного, но защита вот на последних, на последнем повороте, как обычно, кажется, что отбивается у Морти, потому что не только ты, не получится у него поднять всю свою команду и будет у нас вторая, вот одну единственную, одну атаку отбили, соответственно, Энвиасы, одну атаку они на первой точке отбили, одну атаку вот на контрольном объекте уже непосредственно на движении груза тоже отбили, запоминаем мы это для того, чтобы примерно ориентироваться во времени на второй половине, сейчас у нас идет первая половина, туизи, целится, ищет он, саппорта надо искать в первую очередь, Тейлспин ультанул, забрал только танка, но еще, затем саппорт, и смотрите, все равно, вот он добирает еще троих героев красной команды, и накопил, точнее, потратил он ульту, и вот сейчас уже накопил 17% на новую, Тейнил, у него есть полдень, то есть ему надо где-то сейчас зайти, ультануть, и отбить атаку у Реюнайтедов, будет ли он ультовать в наглое, там уже ультует валютая, загоняет всех, а нет, все-таки выцепил он своего оппонента на Макри, своего брата-близнеца, клона, Макри, Макри, ух, трейсерку взял Туизи, и смотрите, он минус 3 дает, еще кинул он ульту на интернет-халка, прицепил он ульту, свою липучую бомбу, тот взлетел в воздух на своем ракетном рамсе, и потом еще подлетел выше от ульты трейсерки валютая, кидает флешку через щит, добивает он Коко, и загоняет вообще чуть ли не на базу оппонентов, ну надо втроем толкать груз, хоть вы загнали соперников на респу, но втроем-то груз надо двигать, чтобы он доехал, ошибка небольшая от Reunited, как мне кажется, вот, груз бы уже был, вот смотрите, на повороте в данном, в данный момент, анфиксы заходят в спину, ультует минус 2, минус 3 будет, будет ли, нет, не будет, вау, но поднимает всех чипсей, да, анфиксы, это что делать, минус 2, слушайте, он сумму не дал, минус 6, наверное, шикарно, ультуя там, фиксы, да, вот, не перестает он радовать своей игрой на жнеце, сегодня он, как никогда, собран, и остаются последние метры, туизи взял турбосвина, но падает он, остается 2 метра до конца, до конца карты, здесь живет еще Рейнхард, и довозит, довозит до последней метры, к сожалению, не успел я заметить время, а нет, успел, 3.25 где-то, 3.25, нет, даже, наверное, 3.20 все-таки, да, 3.20 оставалось до конца Энвиасом, соответственно, как только на таймере появится, вот если дойдут до последней точки, теперь уже в атаке Энвиаса, то им нужно будет быстрее, чем 3.20 закончить. Ну что ж, Рейнхард выиграли первую карту, выиграли первую половину второй карты, и очень уверенно идут, я бы сказал, что мне как-то посолиднее вылезет на этой карте, да, вот видите, как они определяют время, они пишут матч-тайм во временем, удобно, кстати, надо подмечать вот эту черту, этот момент, этот момент, менялись команды местами, теперь Рейнхард играют в защите, соответственно, берет Морти Люсио для того, чтобы довести быстро Круиза, который играет на симметрии, до точки, чтобы тот поставил на одну, на две турельки больше, это я уже говорил, такая стратегия, вот, мелкая тактика, как говорится, она порой решает, ведь скилл проявляется в мелочах, то есть, побеждает та команда, которая в микромоментах лучше себя покажет и не допустит каких-то решающих грубых ошибок. В целом, пик стандартный, Морти сейчас побежит на базу, возьмет он там Ангела, да, ломает, ломает заборчики, мне нравятся эти заборчики Вингхевену, мне они тоже не нравятся, когда я играю на карте Голливуд, тоже ломаю их. Инвиасы в атаке пикнули, кстати, не стали делать никаких ловушек ребята из Reunited, а Инвиасы пикнули стандартный пик, точно такой же был пик в атаке у Reunited. Тайм-О, сейчас будет джамп-шот, не нашел никого, криво влетел, вот, всего доля секунд у него была свободного времени на то, чтобы выцелить кого-то, но потом внезапно появилась стена перед его взором, помешала КОКО, умирает умирает танк атакующей команды и будут его поднимать, подняла его Ангел, решила, решили ребята из Инвиас продолжить атаку, и стали они дожидаться танка, Тейлспин, Тейлспин, убивает одного, но его команда разваливается, умирает уже снайпер, слушайте, он соло-то может всех разобрать, смотрите, он дал уже минус 3, он убил саппорта, Морти, но здесь анфикс сейчас летит и помешает Мерси поднять свою команду, хотя у него ульты все равно не было, потому что она потрясила его на одного танка, возможно это была ошибка от Инвиасов, надо было дождаться всех, а затем уже я думаю заходить, потому что вот эта ульта от Ангела могла бы зарешать, Тейлспин вновь убивает танка, синий команды и это плохо, это плохо, заходит он в спину, ой-ой-ой, как же он классно заходит, убивает, надо добить Ангела, убивает Ангела, все, зайдут сейчас Инвиасы, да, это Тейлспин, что же он творит, ребята, он убил 5 героев, почти в соло, он убил сначала одного героя, потом убил вдову, убил саппорта, еще ультанул потом симметру и танка, это, конечно, вау, у меня нет слов, шикарная игра от Тейлспина, все-таки он собрался, у него какая-то невыразительная игра была сегодня на Kings Row на Фаре, на его любимой сигнатурной, на которой он показывал в тот уикенд, что позволило собственно одна из причин почему NVS выиграли оба турнира, что североамериканский, что европейский от Госугеймерс, но вот сегодня на Фаре у него не получилось, а вот сейчас он показал, что у него еще есть в запасе козырь, Макри, ультует здесь валютая и в прыжке убивает только Тейлспина, да, не добивает он Рейнхарда, не хватило ему одного-двух патронов его миротворца, миротворец так называется, револьвер Макри и Морти Морти троих поднял, хорошо, держи теперь танка, держи танка, Анфиксит сам похилится, у него много душ убитых героев, ловоплейт в истинного граффити, и Анфиксит будет заходить в спину, вот это вот хорошие его мувы, да, такие, вроде бы и в крысу, да, кажется, но в спину всегда полезно зайти, всегда дезориентировать соперников, тайму, взял тоже жнеца, пытается сломать щиты, но очень далекое расстояние, разлетает его дробинки из дробовика, вылетая, эх, умирает, умирает вылетая, зашел к нему Люси в спину и, собственно, дал свои вот эти вот звуковые шарики, умирает еще, умирает тут Телл Спин, который поменял своего героя на Макри, и есть ульта у Анфиксида, сейчас ему надо куда-то в спину зайти, как он любит это делать, как помните, как на Илёсе какой хороший момент был, вот, посмотрим, что он сейчас придумает, и будет врываться, будет врываться, должен врываться, не заметил его Ангел вроде, он ждет, ждет, пока Вдова пройдет, пошли басы, и нет, не будет он литовать, не стал литовать, в принципе, но он и так нормально всех нарежет тут, убивает он танка, Анфиксида, есть у него ульта, да, хорошо отбились, хорошо отбились, слушайте, по времени уже, кажется, вот, еще пара атак, и ребята из Анвиаса дадут в свою карту, времени уже довольно много прошло, Анфиксида, есть ульта, давай, спрыгивай, спрыгивай, слева идет, атак, он должен был слышать шаги, но здесь уже разбежались, и ультует, да, вчетверых, убивает троих, Люсио там улетает, но припечатывает его Рейнхард, Люсио улетает, Женец уходит через бестелесность, но двоих он забрал с помощью ульты, Анфиксида сам в шоке, что его Рейнхард так увез, Коко промазал своим разгоном, не попал он по танку, а именно по Винг Хевену с командой Рейнайтед, и тайму, тайму, ребята из НВА спишут ГГ, понимают они, что не успеют, по времени не успеют дотащить тележку, и собственно, это гуд гейм, счет у нас уже 2-0, в пользу Рейнайтед, вот, возвращаются все в обе, и будет у нас третья карта, будет у нас третья карта играться, потому что финал проходит в формате Best of 3, соответственно, до трех побед, Слушайте, Рейнайтед мне очень нравится сегодня, они хорошо отыграли на прошлой карте, на Ильюсе, хорошие у них мувы, очень классно играет Анфикс сегодня, вот, его видно, то есть, на том турнире он был так, знаете, незаметен, хоть он и дамагер, да, ну, такой коргерой, вот, считайте, один из двух дамагеров стандартных, которые берутся, ого, третья карта будет Нумбани, тоже редко пикается она на турнирах, честно говоря, на Нумбани я видел только вот игры в Пусане, помню, турнир, который был посвящен запуску Overwatch'а в Корее, проходил, записи можно будет посмотреть на канале на ютубе, они там уже есть, вот, там вот пикался Нумбани, да, а здесь Нумбани, вот, редкость, редкость, будем сейчас смотреть европейский Overwatch на Нумбани, вот так европейский, NWAS считается, почему-то стоит у них флаг организации Соединенные Штаты, хотя там играет всего один американский игрок, это как раз Tailspin, вот, а в целом вообще французская организация NWAS, насколько я помню, хотя буквы US, они все-таки смущают в названии, но вот такая вот интересная деталь, и видите, посев, то есть NWAS второе место занимает в рейтинге от Ghost2Gamers, а Reunited третья, но Reunited ведут уже со счетом 2-0. Сейчас карта Нумбани, и посмотрим, как будут развиваться у нас дела на ней. Сеточку мы с вами уже смотрели, вот, поэтому мы ждем игру. Комментаторы говорят про то, что не верят, что будет 3-0, потому что NWAS довольно неплохо играли и на прошлом турнире, и сейчас они показывали довольно неплохую игру. 2-0, напомню, они прошлись по всем оппонентам, вот, кроме Reunited, сейчас у них такая напряженная игра, напряженная заруба. Вот, ребята, пока перерыв, задавайте вопросы, буду рад, как всегда, ответить. Ссылочки есть в сообщении дня, на турнир, на сеточку, вот, и у нас сейчас будет третья игра, возможно, будет решающая, последняя, неизвестно, неизвестно, но Reunited остановились в одном шаге от победы, от победы и выигрыши, эти 100 долларов получается. Хотя, я, честно говоря, не знаю, не написано у них в этот раз, как распределен призовой фонд, вот, вот, Maddox Pro, приветствую в чатике, Гэнзи часто пикают, да, вот, был в пиках, он, кстати, играл на нем только что на карте Голливуд Туизи, пикал он, менял он своего снайпера, да, вот, на второй точке, когда захватили точку А, ребята, вот, он поменял своего снайпера на Гэнзи, потому что там, ну, неудобно банально заходить в атаке, да, по-моему, в атаке они были, вот, он взял Гэнзи, соответственно, побегал, поубивал, и затем, после того, как дал ульту, поменял его на на другого героя, по-моему, он на Турбосвина поменял, если я не ошибаюсь, вот, ну, Гэнзи, да, Гэнзи пикается, но это не кор-герой, скажем так, это не, точнее, не кор-герой, а не один из тех вот четырех, которые во всех играх постоянно присутствуют, постоянно присутствуют, напомню, два саппорта, танк Рейнхард, два саппорта имеется в виду, Ангел и Люся, танк Рейнхард, и четвертым, это дамагер Маккри, вот, кстати, какой-то экспериментальный пик в защите, взяли ребята из НВАС одного саппорта Ангела, взяли они инженера, Коко играет на инженерии на Турбьорне, Гарри Хук взял солдата, Интернет Халк играет на обезьяне, Телл Спин вторым танком будет на Турбосвине, и Тайму на своем сигнатурном снайпере. Реюнайтеды, вот видите, Гэнзи есть в атаке, вот опять Туизи на нем играет, вылетая взял Диву, слушайте, интересные пики, интересные пики, карта Нумбани, редко играется, будет довольно занятная игра. Тайму уже сработала его мина, переставляет он ее сюда ближе, видит он там курицу, Диву, редко увидишь Диву в пиках, и он врывается вовнутрь, убивает здесь снайпера, вылетая на Диве, подлетая там ближе к Туретке, и Туретку не сумел он добрать, не успел добрать Туретку, надеюсь, союзники там, да, союзники помогли, анфиксит, а помог Коко на инженере. Ну вот, не знаю, почему НВАС взяли такой пик, необычный, кажется, они разваливаются здесь, да, умирает уже много героев, хотя интернет Халк раздает на своем, слушайте, интернет Халк-то раздает, и Тел Спин ультанул еще к тому же, загоняет он Туизик на крышу, но живет, живет Туизик, 24 хп, и захватывает уже точку игроки атаки, побежал Туизик, ломать кабины, зря, мне кажется, это сделал, надо оставаться на точке, захватывать ее, но и так бы и без него успели. Ультует он, пошел уже резать, мне кажется, это был Уэйст ульты, то есть он ее потратил в никуда. Ну что ж, Реонайт, это сейчас, Анфикс взял трейсерку, не видел я от него трейсерки еще, вот, на трейсерке у них обычно играл, кажется, как раз, вот, лютая, вроде бы, в прошлой игре, могу ошибаться, толкаю точку, Тайму, Тайму, прям вообще решил заражить этого ангела, Морти выжил, и вдова помогла, конечно, ошибка такая, от Тайму, умирает, три героя, команда защиты, все герои мертвы, остается, в живых, только Мерси с ультой, но это она уже на базе, воскресилась, и довозит, в играющем, таком, играючи, довозит точку до, довозит тележку, на которой установлен, установлен, Думфист, перчатка Рока, вот, до второй контрольной отметки, продолжают двигаться, уверены ребята из Ревинаида, ультуют здесь, вылетая, загоняет соперников, и будет ли ультовать, нет, там стоит купол, и не стал тратить выстрелы, хотя мог бы, в принципе, сломать одним первым выстрелом кукол, доломать, да, а вторым добить одного из двух героев, на которых был сведен, не знаю, возможно, стоило ему все-таки выстрелить, да, здесь полный развал, полный развал атаки, удалось защититься, Энвиасом, вот они отбили первую самую атаку, вот эта вот контрольная точка, после взятия второй контрольной точки, начинается самая сложная для атаки, им нужно вскрыть оборону, и потом довести телегу за последний поворот, дотолкать ее, не всегда это удается, большинство, ну, часть команд, вот, останавливается здесь, и не получается, не получается, они продвинутся дальше, Туизи взял, Трейсерку, да, Туизи играл еще на Трейсерке, точно, у команды Ревинаида, соответственно, занимает просто второй этаж, команда защиты, и вот сложно их оттуда выбить, но Трейсерке, Туизи раздает, уже убивает второго героя, надо убить Мерси, не успела набить до того, как она воскресила свою команду, свою команду, и отхиливается, отхиливается она очень быстро, с помощью Веллюсио, Тейлспин, имеет ультимативную способность, и опять Аинвиасы отбили атаку, уже вторую атаку к ряду, возможно, стоит Реуинайтедом зайти через второй этаж, все вместе, не знаю, что сейчас придумают, они ультует, Тейлспин, убивает саппорт, убивает Макри, и выживает при этом, выживает, посмотрите, здесь такой алыновый, алыновая ульта, ох, блокирует ульту, потратил, грубо говоря, Коко ульту в щит Вингхевена, а у самого Вингхевена осталась она, но атака все равно отбита, и им нужно воскрешает, воскрешает ангел одного Вингхевена, Морти, держит его, и здесь хороший молот пошел, но басы от Люси-то спасают, спасают защитников, Тейлспин до сих пор живет, он наносит огромное количество урона, особенно по большим целям, вроде Рейнхарта и Уинстона, надо его как-то фокусить, но не получается это, у ребят из Реуинайтед, что-то завязала атака, надо что-то придумывать, надо что-то придумывать, либо копить ульты, собственно, сейчас они попробуют накопить ульты, если у них не получится, скорее всего, будут какие-то репики героев, волотая держал ульту, не давал выйти соперникам, и должен добивать Люси-то здесь, но умирает, умирает, Элспин, спин, заходит, есть у него ульта, сейчас он здесь, скорее всего, даст ее, убивает саппорт одного, убивает саппорта второго, и танка тоже добивает, да, все плохо, плохо получается у Реуинайтед задвигать вот эту точку, не получается у них никак пройти последний поворот, ну, о чем я говорил, что здесь сложно на последнем повороте, если команда защиты занимает второй этаж, а они так и делают, и вот сейчас, наверное, пойдут через второй этаж сами Реуинайтеды, пойдут ли, здесь у них три ульта, ой, точнее, два ульта, вот, нет, окопился все-таки третьего ульта, и Телеспин вновь ультует, убивает Ангела, и ну, и все, больше никого не убивает, потратил на ульту, вылетаем, кидает флешечку, не, слишком далеко было для спрея, зря он это делал, надо было с двух обычных атак попробовать повесить хотя бы один хедшот, и тогда бы смог набить Анфикс, и опять умирает, Телеспин здесь делает огромную работу, он убивает ПКД своего визави на Жнеце, и при этом убивает часто Ангела, то есть он подчищает, подчищает команду соперников, и тем самым не дает им вот заходить, давить вот эти вот последние метры. Вингхэмон, есть у него ульта, ему надо заходить хотя бы как-то под ультой, здесь Телеспин, как обычно, ульт в троих, и у этого парня уже убийства штук тридцать на Жнеце, вот, и время на этот начались проблемы, начались проблемы, хоть это и первая половина, но будут, я думаю, сложно защищаться, мне кажется, инвесы смогут подобрать ключик к их защите, поэтому надо прямо сейчас брать и завозить точку, Анфикс имеет ульту, ну, что же ты будешь делать, убивает он Телеспина, наконец-то, хоть кто-то законтрел этого неостановимого Жнеца, его тут же поднимает, ульту, ультовать будет ли, Анфикс нет, не стал, оттягивает назад, Телеспина надо снова забрать, ультует валютая, хорошо, добрали его, ульта Тринхартов в никуда, попала на щит, тайму, тайму живой, дали, макреб с флешками и стоят, смотрят друг на друга, дали басы защита, а в атаке круиз не дал басы и за что его, собственно, убил тайму, еще убивает Жнеца, убивает здесь, делает минус 3 тайму и у Рьюнайтедов осталось время на одну атаку, наверное, на полторы атаки, но в среднем атаку нужно где-то секунд 30, зависит, конечно, от карты, от того, как расположены Респы, но в среднем 30, 35 секунд нужно на атаку, но еще им нужно время, чтобы провести телегу, поэтому это, я думаю, будет последнее так, если у них не получится сейчас зайти, то напишут они, напишут точно не гульгейм, а перейдут играть во вторую половину. экс-хэвэн, имеется 0-ту, но пока не будет ее давать, хотя вот сейчас надо было бы двоих положить, сам он тоже упал, и перевели в овертайм, и ребята из Ривена это. Здесь вылетай убивает Ангела, и надо убить как-то Тейлспина, поймать его. Возможно, стоит вылетай дать уже ульту, да, он сейчас даст ее на выход команды соперников с Респы. да, дает ему так, чтобы не выходила команда врагов, но Анфиксиду надо сейчас вльтануть хорошо. И хпшки, хпшки у него хватает, как раз его подталкивает кажется Люсио ближе к своим тиммейтам, чем помогает Анфиксиду, и да, все-таки довезли точку, но долго, долго запрягали Реюнайтед, под конец убили всех, и завезли. Завезли. Первая половина выигрывает Реюнайтед, но они потратили очень много времени на то, чтобы выиграть, поэтому защите им нужно удержаться на любой абсолютной точке, вот не отдать любую точку, кроме последней, то есть если они выигрывают в защите на любой точке, кроме последней, да и даже если на последней выигрывают именно, именно выиграют, то я думаю, они победят, победят, то есть они в шаге, в одном шаге, в одном полушаге, в одной половине карты от победы на турнире, но 10 минут, напомню, 10 минут нужно держаться. Ребята, всех приветствую в чатике, вот, как у вас там дела, как смотрится турнир, вот, если есть какие-то вопросы по игре, по способностям героев, например, ну, вдруг, что делает ульта жнеца, вдруг у вас появился такой вопрос, оставляйте его в чатике, я вам отвечу. Ульта жнеца наносит периодического 120 урона в области вокруг него. Вот, сам же я отвечаю на поставленный мной вопрос, а мы ждем пиков героев в защите. В защите Реюнайт отберут тоже такой полуэкспериментальный пик, я так понимаю, круиз. Нет, 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 не стали они экспериментировать, как это сделали ребята из НГАС, взяли они симметру стандартную, взяли они, ну, Морти сейчас поменяет на своего ангела обратно героя, а Люсио был взят только для того, чтобы довести быстро симметру до точки, чтобы она поставила на одну турельку больше. Вот, соответственно, Анфикс взял турбосвина, воу, интересно, туизи играет на своей вдове, круиз соответственно симметрия, Гингхевен не стал брать Рингхарта, взял Уинстона, и валютая на Макри. Энвиасы в атаке, ну, сейчас бастиона, я думаю, тайму поменяет, нет, не поменяет, они действительно решили играть с бастионом, есть, приветствуем, кстати, да, жнец в ультуре наносит урон по всей области, вокруг сразу, или только тех бронхов, которые стреляют, а вокруг сразу, 120 урона, ДПС, вот вокруг, именно, вокруг него, тайму, забежал на точку, бастион, слушайте, интересная стратегия, вау, интересная, они забежали на точку, врывались, но его убивает Симметра, пролетает, потому что шарики Симметра сквозь щит Рейнхарта, Круиз, Круизу надо было жить, у него есть ТПшка, умирают герои защитников, остается там единственный Вингс Хэвен, ему надо жить, 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 да, Туизи тоже умирает, и точку А почти без боя отдает, Ребята из Ревина, этот не ожидали они такой дерзкой стратегии с бастионом, вот, если меня теперь будут спрашивать, пикается ли бастион на турниры, да, я скажу, на Нумбане, на точке А, команда НВАС пикнула в атаке бастиона и не прогадала, ну, 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 иногда Макрим, он пару раз брал, и Жнеца, а вот Генжи, честно говоря, еще не видел, посмотрим, как он будет раздавать, Генжи все же больше мили, герой, или, как считаешь, он такой недомилишник, и не до рейнжова герой, у нас здесь произошел, произошел размен, умер, как раз, Телл Спин, его подняли, кажется, ульту здесь валютая, но нет, Коко, не успел он выстрелить, вот в тот момент, когда Коко опустил щит и начал ультовать, вот, надо бы ему стрелять, команда защиты вновь разваливается, круиз остается последним, и похоже, что ребята из Рейнайтед будут держаться только вот так же, как Энвиасы на последней точке. Гэнджи, он своеобразный герой, ему нужно фраги делать, вот, он играет на таких, на средне-ближних дистанциях, на средне-ближних дистанциях закидывает сюрикены, а потом подходит вблизи и начинает вот резать. Плюс у него ульта велит ему играть в мили ближе, поэтому у него своеобразный геймплей. Это не такой нетипичный дамагер, он больше нужен для вырезания снайперов, вот смотрите, как минус 4 дает, трейсерка дает минус 2 и вылетая добивает еще двоих героев. Туизи взял трейсерку и отбили, отбили атаку вот опять на этом последнем пятачке на карте нумбани. так, тейлспин, есть у него ульта, вот он ультует под басами, сейчас будет резать снайпера, нет, нет, умирает, умирает вылетая, шикарно, дождался тайминга и кинул ему флешку, вылетая живет, сейчас зайдет в область, которая недоступна для для Уинстона и надо ему ультовать, ох, коко, троих, кажется, положил своим ультом и всех разобрала команда НВАС и да, да, довозит это ГГАН, это счет 2-1 в пользу Рейнайтед, но эту карту выиграют ребята из НВАС и будет у нас четвертая карта и не будет 3-0, не будет изи-каточки для Рейнайтеда, посмотрим мы еще с вами одну карту как минимум на этом турнире. Лучший уинт матч от Валютая, он здесь скорее всего ультанул, да? Да, да, хоп, и сделал еще минус 2 и забрал еще потом танка, ну, почти забрал, и потом сам же его сначала накалил, потом добрал. само собой турельки и так далее в РДДД сносить, в Рэнджайзе сносить, видимо, я 80% заносов в Миле играем гораздо эффективнее. Да, у него, в чем фишка, у него откатывается способность вот этот рвок вперед с мячом после того, как он делает фраг, поэтому в Миле, в Миле, в таком полумиле, сначала накалить цель, потом ее зарезать с помощью левого шифта и у тебя откатывается по новой левый шифт. Вот, очень удобно. Им довольно сложно ультануть толком. Согласен, ультануть сложно, для этого нужны какие-то фиксы, такие держащие способности удерживающие, типа Зари, вот, Заря, которая, например, ультует, да, стягивает всех и может ну или заходить вот в спину и начинать со сладеньких саппортов типа Мерси, которая не может ничего почти противопоставить со снайпера, МакКри, если он флешку кидает в Ешку, ну, в отражение атак, вот, тогда, да, на Генже делать фраги. Четвертая карта будет Непал, все готовы и вот-вот начнется. Я заметил, что проигроки не стесняются ультовать в одну-две цели. Да, да, и правильно делают, в принципе, на паблике тоже надо так делать. Ульта, потому что довольно быстро копится, а если ее держать, удерживать, да, не давать, то теряешь вот как бы заряд новой ульты и это не всегда как бы не всегда оправданно. То есть ультануть там в четверых один раз за карту, это, конечно, здорово, да, ну, зависит от карты. То есть если вы ультанули там в четверых, убили четверых и захватили, перехватили точку, захватили точку, например, на карте какого-нибудь храма нубиса, это хорошо, да, вот, но если вы один раз ультанули в четверых на том же самом нумбане, да, вы провезли буквально два поворота максимум от силы тележку, да, а потом вы все встали и у вас ничего не получается, это плохо, это лучше каждый раз помогать своей команде добивать соперников и тем самым толкать тележку еще дальше. с каждой атакой получается продвигать ее, чем один раз продвинуть на часть, потом остановиться и вообще ничего не получится. Но это слишком идеализированные такие ситуации, надо, конечно, рассматривать каждую отдельно взятую игру. Это не факт, что убьешь четырех хотя бы одного, но да, 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 в принципе. подтверждаются. Да, ну это чисто вот логика такая, можно подумать. Ты сам кем играешь? Я играю на трейсерке, вот на вот карте, например, Непал и, ну на карте контроля объекта атак, кого обычно команде нужно, там, саппортов, танков, вот, могу потом показать после того, как мы посмотрим турнир, могу показать свою статку этого соответственно игрока. Пошла у нас уже игра, пошла у нас первая, первый раунд на карте Непал, убирает у нас два героя, три героя уже из команды НВАС, четыре героя, Реюнайтед забирают четырех, двоих забрал Анфиксед, и захватывают они точку, место встречи, как обычно, здесь, вот эта вот возвышенность справа, получается, от точки, если смотреть от лица, красная команда, вот да, вот сейчас, где находится Анфиксед, вот здесь обычно встречаются обе команды, убивает одна другую, например, и затем уже Анфиксед сбивают Ешку, так, мало ХП у него остается, валютая убивает тайму, и еще делает минус два валютая, вау, в живых остается только интернет-халк, у него очень мало ХП, и его тоже добивает Реюнайтед и продолжает контролировать точку, Круиз на Люсио добежал под Ешечкой до Объекта, и сейчас он держит скорость для своей команды, подрубил он Хил, не знаю зачем, все вроде бы фулл ХП-шные, ультуют здесь тайму, не забирает он Круиза, тот дает басы, здесь пошла Ультат, Коко, нет, Атуизи, Атуизи ульта, простите, он стянул двоих героев команды Энвиас, и собственно, это им не помогло, Энвиас заходит, Энвиаса заходит, у Ангела к тому же есть подъем, умирает валюта, это Элспин делает минус 2, и Энвиаса перехватывает точку, 84% захватили Рей Юнайтеда, соответственно, по-хорошему нужно всего лишь один раз перехватить точку, и они скорее всего победят в первом раунде, но это еще нужно сделать, поэтому соберутся сейчас красные, в первую очередь смыслные, все команды, и заходят, вот они забегают, здесь видят только одного интернет-Халка, но Тайму, Тайму делает минус 3, Элспин помогает, и добивает он еще Анфикса, да и Круиз последний в этом паровозике смерти остается, тоже умирает, Рейнайтед, у них в принципе есть еще время на две атаки, вот, нужно им накопить опять же ульты, как обычно, чтобы были ресурсы для того, чтобы зайти, но у них вот-вот-вот они появятся, причем все шесть ультов будут, ох, коко, стянул четырех героев, команда Рейнайтед, они выживают, они выживают, они расправляются с Тайму, убивают еще интернет-Халка, убивают, убивают Ангела команды Энви Аск, у которого был, подъем, не дала она, не подняла на свою команду, перехватывают точку, ребята из Рейнайтед, и все, все, первый раунд, скорее всего, останется за ними, вылетаем, умирает, Тайму его забирают, вспомню, через флешку, держит здесь заря всех соперников, чтобы они не зашли, там забежал на точку кто-то из команды Энви Ас, слушайте, они делают минус 3, 3 на 3 остаются герои, и Анфикс последний из своей братья, живет, 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 тянет время, тянет время, не дает перезахватить точку, все, перезахватили точку, Энви Асы, и теперь сложно будет, сложно будет, ребятам из Реюнайтед, жалко, конечно, что они отдали точку, так, обидно получилось, не додержали, Тайму ультует, ультует, доходит, доходит, 2 секунды, 1 секунда, и делает минус, 1, ульта от Морти, поднял он 4 или 5 героев, даже своей команды, ультует, Анфикс раскрутил он свой цветок смерти, и убивает он Ангела, надо перехватывать точку, контролирует точку, до сих пор Реюнайтед, поэтому проценты не тикают Энвиасом, но сейчас они перехватили, и 20% им осталось набрать, я думаю, если только под скоростью успеют Реюнайтед добежать, но посмотрим, времени их осталось очень мало, 8 секунд, 7, сбегают, сбегают, надо хотя бы кому-то зайти на точку, чтобы включились овертаймы, да, овертаймы пошли, умирает здесь, правда, Уинстан, Телеспина, Телеспина убрали, здесь, Анфиксы под ульту, туизи, вау, минус 4, остается в живых, только интернет-Халк, но он бежит с респы, и это первый раунд, в пользу команды Реюнайтед, потеряли они дважды точку, и вот, в третий раз, все-таки, вытянули. Ребятам из Реюнайтед нужно выиграть один раунд, и они станут победителями турнира и обладателями 500 долларов. Карта вот эта вот с подъемом в центре, там, по-моему, колокол висит, или статуя огромная стоит, вот, собственно, бегут сейчас команды навстречу друг друга, и встреча обычно происходит как раз в этом здании, он фиксит, фокусит он здесь вместе с Влютой Телл Спина, но умирает от Зари. Вернет Халк делает еще минус по Влютой, и дамагеры команды Реюнайтед умерли, теперь надо отходить и ждать их, потому что некому будет убивать. Тайму Тайму кидает флешку, убивает Морти. Есть у Тайму ульта. Тайму есть ульта. Ну, НВАСы взяли точку, укрепились именно на ней, и ребята из Реюнайтед. Ага, заходят они через верх, выпрыгивают. Даже для меня это было неожиданно. Умирает, правда, Валютая опять первым. Это обидно. Янфикс остается единственным, кто дамажит. О, поднимает Морти. Морти поднимает свою команду, и... Ульту, здесь стоял с Пи, минус 2, минус 3, сейчас должен забирать еще Зарю, наверное. нас. Да, сложно здесь с Реюнайтедом приходится. Пики абсолютно идентичные, но... набрали, набрали все ульты ребята из Реюнайтед, и сейчас, по идее, они должны зайти, перезахватить, если только грамотно не заультят НВАСы. У них есть на полный подъем от Ангела. Это будет ключевой герой в обороне синей команды. Флешка ловит, ловит круиза тот не успел, точнее, тот успел дать басы, басы, да, но... Видите, поднялась от Ангел свою защиту, и... о чем я говорил, что... Чип Шаен сыграл здорово. Ульту здесь Кока стягивает четырех героев команды красных, и это 1-1. 1-1 будет у нас третий раунд на этой карте. На карте не пал. Без шансов вообще вот эту вторую половину провели ребята из НВАС. не дали они никак оклематься. Не дали даже близко подойти к своим соперникам. Ребята у нас Реюнайтед. В общем, получилось очень даже. Сейчас, секундочку, одно, ребята. Так, все, я вернулся. Пики. Пики все те же, абсолютно идентичные. Мы видим, есть что на той карте, что на этой. Вот. Стандартный, абсолютно пик. два саппорта, два танка, два дамагера. Посмотрим, как реализуют. Возможно, здесь хорошо была бы фара заходила, но что-то мы не видим. Нет Тейлспина фары, нет кого-то из Реюнайтед. Пошла у нас первая встреча. Туизи забирает одного соперника, Тейлспина, и поднимает их тут же Ангел. И Морти будет поднимать тоже двух героев, Круизи и Вылитая. Поднял только Вылитая. Культовал там Тайму, но Вылитая в спину убивает, прерывает ульту, идет захват точки, и Реюнайтед и взяли ее. Есть ульта у Вылитая. И также есть у Ангкседа. Отлично. Ну что же. Ангкседа. Ангксед видит, видит, как заходят соперники, но не рискует он туда идти, потому что его тут же зафокусят. Здесь убегает Жнец. И ультует, он ультует, убивает двоих, убивает Саппорта, самое главное, убивает Маккри, но сам умирает под стяжкой Зари, потому что у него не было бестелесности, не было этого инвула, слэшенвиза, не было возможности уйти. Ультуя. Есть у него ульта, и вот он ее еще не давал. Также есть ульта у Саппорта команды НВИАС, то есть она поднимет, Мерси поднимет свою команду, если они забегут и на точку и умрут там. Но у НВИАСа в принципе есть время на полторы атаки. То есть вот эта атака они уже потому что здесь. Эх, улетая, улетая, надо копить, копить, копить заряд. Пошла стяжка от Туизи, забрал одного, второго помог забрать анфиксит. Спину не дали ультануть, но сейчас его поднимут, он ультанет, ультанет же. Ребята, обратите внимание на Тейлспина. Вау, улетая, какой хороший фраг делает. Но все равно забирается точка. На последних секунд кто-то помешал анфиксит, кажется, это был и он умирает. Что ж, и на это надо опять собраться всем вместе и только потом заходить, перезахватывать объект и вот останется им 11%. Напомню, они в одном раунде остановились от победы на турнире, но вот пока инвиасы взялись серьезно так и держат 0.25%. Две атаки будут у Рейнайтудов. Полноценные две атаки. Пошла уже первая. Видят они соперников на другом конце карты. Стяжка в пятерых. Пятерых стяжка, но нет урона, не хватает никому дамажить, не было никакой вспомогательной ульты. Теллспин правда разряжается, ультует. Все живы, герои Рейнайтуд, они перезахватили точку, пошли овертаймы. Здесь обезьяна, обезьяна надо добить. Умирает Тернет Халк и это победа, победа, ребята. Побеждает у нас команда Рейнайтуд на турнире со счетом 3-1 в гранд-финале. До трех побед у нас шла игра и они соответственно выиграли турнир ГОСУ Геймерс европейский, который проходит на европейском сервере по субботам еженедельно. Победили они команду НВАС прошлых чемпионов прошлого турнира. На прошлой неделе они взяли первое место и взяли они денежный приз в размере 500 бачинских. Конечно же. Хорошие игры показали, очень интересный такой финал был, напряженный у НВАСа, были все шансы, но не реализовали они их, допускали они такие были у них небольшие ошибки, но вот в микромоментах решилась игра. В микромоментах. Вот. Интересная игра была. Согласен, мне тоже очень понравился вот этот финал. Вот. Ребята, спасибо всем, кто смотрел эти игры вживую, всем, кто посмотрит это в записи. Вот. Подписывайтесь на каналы и смотрите живые трансляции. Спасибо вам за внимание. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.